На площадке Казанского университета состоялась первая встреча с компанией Solar's Engineering. О том, какие вопросы обсуждались и к чему пришли, расскажем в нашем следующем сюжете. На встрече компании Solar's Engineering были представлены разработки в области интеграции цифровых и транспортных решений для создания так называемой концепции удобного города и ряда технических вопросов, связанных с производством средств микромобильности, электромобилей и так далее. Был озвучен ряд проблем, над решением которых возможно дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Мы поддерживаем действующее производство, университет инженерное изменение. Те разработки, которые мы вели, как, наверное, слышали, в 3-2-2-2, на данный момент возрождаем этот проект, проводилась компания инженеров-конкультеров, которые занимаются более конкретным направлением. Чтобы не расстрелять этот потенциал, мы приняли решение поработать еще и на внешнем уровне, поработать в новом направлении, которое связано с микромобильностью электрокраска, потому что является наиболее актуальным на сегодняшний день. Со стороны Казанского университета были также представлены наработки, которые были выполнены при проектировании беспилотных автомобилей типа КАМАЗ. Для ряда задач было отмечено, что многие проблемы, которые стоят и пытаются решить компания Solar's Engineering, они созвучны с тем, чем занимаются ученые и разработчики в институтах Казанского университета, это Институт физики и Институт вычислительной математики и информационных технологий. По итогу была назначена следующая рабочая встреча по уточнению первостепенных задач по сотрудничеству. Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Универньюз.